Если мы поняли, что машинка у нас подъедает маслецо из-за износа поршневой, а не из-за колпачков. А понять это можно по дыму. Я рассказывал, как в прошлом видео. Значит, надо вскрывать пациента и смотреть на поршня, цилиндры, кольца. Что на них смотреть? Подумали некоторые из нас. Надо делать капиталочку и все. Честно говоря, я тоже являюсь сторонником именно вот такого подхода. Со всеми вытекающими. Делать, ну, значит, делать. Но в ряду неких обстоятельств, часто финансовых, мы все же прибегаем к банальной замене поршневых коллег. Когда надо фукать на данную процедуру, а когда, в принципе, и не стоит. В этом нам помогут разобраться пальцометры, нутрометры и микрометры. Конечно, многих из нас их нет. И покупать на один раз их, скажем так, не хочется. Да и замерять надо правильно. Выходит, нам бы еще пригодился какой-нибудь Степаныч, у которого есть вот эти все девайсы. Чтобы замерял, ну, или хотя бы рассказал, показал как. Ну, либо же СТО, чего не всегда хочется, да. Все индивидуально, по обстоятельствам. Так вот, прежде чем фукать на процедуру замены колец, надо сделать замеры. Если износ цилиндров не более 0,03 мм, то кольца ставить можно, и не боясь. Желательно новые, желательно с правильным подбором, и желательно правильно ставить. Я, кстати, знаю одну историю, как чуваки поставили маслосъемные колечки вверх ногами. И масло они снимали вверх, в камеру сгорания. Так что, всякое бывает. Так вот, если меньше 0,03, от масла жора мы избавимся. Если износ более данной циферки, фу-ка я, лезем в кошелек за капремонтом. То есть, вскрывая двигатель, мы должны готовы быть и к капиталочке тоже. Насколько поможет данная процедура замена колец? Все индивидуально. Зависит очень от многих факторов. Предугадать, ну, думаю, нереально. Только предположить. Ну, а вот вы, кстати, поделитесь опытом, если есть. Помогла ли замена колец в вашем случае? И насколько хватило результата до капиталки или продажи автомобиля? Всем удачи!